Так, ну что, друзья, всем еще раз привет, с вами Окрошка, третий сезон Лиги Кроссфайр, организованной компанией Mail.ru, локализатором игры Кроссфайр в России, СНГ, третий, третий, четвертый, четвертый у нас тур, вторник, сегодня, как всегда, я не знаю, какое число, 12 марта у нас сегодня, закончился замечательный женский день, 8 марта, всех девушек, дам, леди, мисс и миссис прошедшим, и забыли об этом, смотрим Лигу. Поехали, первая игра, четвертого тура, я думаю, будет она замечательной. Да, сменили название у нас с АВП, теперь они называются Став, им противостоит коллективчик, коллективчик никакой, выходит. Ну, как всегда, в принципе, не с первого раза. Сначала создаем долго зал, потом долго начинаем играть. Так, у Carnage у нас лед. Да, новые правила для команд, скорее это, наверное, интересно все-таки для команд, чем для зрителей, но как вариант, чтобы потом не было никаких глупых вопросов, почему из одной команды игроки переходят в другую. И вот можете в Carnage новое лицо видеть, ныне введен пункт о трансферах, да, о переходах, о заменах в командах, дополнение, скажем так, в этот пункт. Вот разрешено там по регламенту, по-моему, три замены за сезон, да, и у нас Юрий в день будет, то бишь, когда игроки смогут переходить из команды в команду, точнее даже два Юриевых дня, это с шестого по восьмой тур. То есть в эти дни можно будет двух игроков у кого-то прихватизировать, национализировать, не знаю, вот, и кому-то своих двух игроков отдать. Это будет входить в понятие замены, но это можно будет сделать. То есть потихонечку и регламент развивается. Как бы прецедента такого не было до недавнего времени, да, из команды в команду у нас как-то не так, чтобы переходить на товарищи. Но вот теперь случилось, об этом приходится говорить, поэтому. Ну, поехали, буду я тоже к тегу команды став привыкать, поэтому не удивляйтесь, если я буду называть их то ставами, то АВП, не так это все быстро. По составам Стоуна, Веретт, Миддл, Джерти, Джойми, в принципе, знакомые все лица, АВП, за исключением товарища Полежки, который из состава был, по словам капитана, убран. Корнейдж, Мавк, Рибетон, Ансенс, Вайр и Мирекс, такой, такой сегодня состав у Корнейджа. Ну, усиляются по ходу сезона команды. Все-таки писал мне человек из Корнейджа, что, ну, я так вроде переписываюсь, говорю, что вы так играете. И на стриме говорил, да, что вы так лениво как-то, нехотя, вроде как будто вам ничего не нужно. Он пишет ничего подобного, в принципе, просто у нас ничего не получалось против красных, там жестокий слет просто-напросто был в предыдущем туре от красных. Ну, разгром, скажем так, на Мехико, полнейший причем, просто адовое месиво было сделано из команды Корнейджа. Ну, и я так по ходу стрима думаю, ну, как бы забили, болт полный, да, они хотят играть. Ничего подобного, он написал просто, ну, в этот день не срослось, ничего не получалось. Будем бороться. Стоун, красавчик, убирает бармена Мавка из-за бара. Тот как бы шейкером забаловался, там, видимо, какие-то коктейли готовил для своей команды. Ну, и Веретка, памятник Ленину на центре, ждет каких-то перетяжек от дефенса, их не происходит. Пойдет он уже и не трогит в атаку, ну, и на этом его жизнь и субидушка. Заканчивается 1-0 в пользу Корнейджа в первом же раунде. Разгромили, одного только у Корнейджа убрали. На этом, собственно, и все. Мы будем смотреть какие-то, я надеюсь, что будут интересные тактические рисунки от атаки. Тут в дефенсе их, наверное, ждать не стоит. Редкие уколы, да, в плане аркад, возможно, от них, когда там, ужалит их какая-нибудь змея. Минус 3-4 раунда, тогда, наверное, побегут. Ну, пока, пока получается, стоять не шевелиться, будут, будут стоять и не шевелиться. Тут, скорее, первую половину, первую половину первой половины мы будем ждать, как будет развиваться адреналиновый напор от атаки. Ну, пока все так культурненько, интеллигентненько, халты никто не встречает, собственно, никто еще не злой. Все, может быть, не дошли от дня учебного рабочего. Так вот, обычный, первый балкон, убивает жертв сегодня. У меня какой-то звук громкий, я даже сам себя не слышу. Да, и слет еще в атаке, ну, вообще не везет. Вп-шника, мидл, ласт, капитанция, вп на длине А, последний, дигл, не хочет стреляться, он совапы. Не так много хп, в принципе, у всей команды, там максимум 200 на четырех было, но не судьба через ящик мира, который делает ласт минус, и мидл отдыхает. 0-2. Ну, много я недобрых лов всегда говорю о карте радиостанция. Карта подразумевает некую, да, динамичность, все-таки. Ну, вот у нас команды, как многие любят говорить, это рука F, это чисто менталитет русских игроков, да, СНГ-шных игроков, занимаются затягиванием времени. Ну, вот сейчас красивый раунд, пробивается ДЛА, здесь стрелял, стрелялся всего лишь один человек, его выбивают, контролится спина от Эверетта, занимается вверх, окна, все, в принципе, базовые позиции уже забраны. Давайте смотреть, как Дефенс будет разбираться с этой ситуацией, пока не очень, не очень у них получается. Двое по длине, один с центра погибает, и остаются АВАПЕР и МАВК со штурмом окна на топу. Фигна его, конечно же, прифайером уже встречают, ну и ансенсу недолго жить, потому что зачеканный он в троих, бомба красная, раунд за атаку. Да, так и происходит. Минус ансенс, то он делает, и Ир, 1-2. Так, ну вот то, о чем я как бы говорил, да, нет, МАВК все-таки решается просто опять барменом поиграть, не пошел он дальше проходить на подъем, будут к нему выходить аж целых двое на этот раз. Ну, он к лифту, поближе к лифту на этот раз, чтобы не сняли ему быстренько каску. Ну, есть там, есть двое. Слышит он топот, но этот топот от тиммейта на рекламе, он контролит именно длинную нижнюю дистанцию. Надо, вот, выходит первый, МАВК, наверное, неожиданно рано начал стреляться, но первый выносит в голову, тут не хватает патронов, у одного и второго переключаются на диглы, и все-таки Тер побеждает. Тер под именем джой. Хороший выход центра, наверное, мог бы получиться, если бы влево-право не дергал как-то динамично, только говорят прицелом. Два в три. Два в три атака. Ну, пошли оттяжки, прошла инфа, что это не Б уже, там никого не видели, ни в баре, ни по нижней, ни с рукава, и... Да, отличный джерти. Занимает уже верх последнего. Ривентона оставляют. Ну, 100 хп, в принципе, может. Прошу прощения. Почему-то подумал, что близко его будут встречать, а на самом деле это был обход спины. Оттроллили его флешкой на некоторое время, он так застоялся и забрали. Счет равняется, два-два. Ну, потихонечку начинают. Просыпаться коллективы. И тот, и другой. Начинаются более-менее какие-то экшены, ну, потому что первые два раунда такие немножечко сонные были. Ну, и стандартная. Стоим в центр. Вайер, Ривентон в аркаде. Стеснительный поджим, не до конца. Сейчас прочекают. Прочекают одного. Ну, зачем-то начал Вайер до последнего стреляться. Ривентон уже не станет, я думаю, этого делать. Далее. И пошел заход центра. Да, размен один в один. Так, Нитон. Джерти, Джерти на центре. Сильно каленый. Мидл с АВП. Ну, такая патовая, конечно, ситуация. В принципе, никуда не продвинулись, не удалось здесь как-то качнуть дефенс ушами. Сделать фит ушами. Ну, и красиво. Почти что на префайре. Аносенс. Древнегреческий ник какой-то. Выходит, дает тушку. 2-3 в пользу команды Корнейдж. Ну, я не знаю, если раньше можно было сказать до поры до времени, да, что АВП более-менее слажен. Но, например, девчонки Корнейджа, это никогда нельзя было сказать, что он вообще-то в певцовом появился совсем недавно. То сейчас и об АВП, экс-АВП, ставах, ничего вообще нельзя сказать. Как они отличные. Отличный поджим в тело с вышки. Аносенс минусует. Мир Экса последнего. И 3-3 сейчас становится. Ну, грешат, грешат защитой обходами в спину. К этому уже, в принципе, ставы привыкли. Начинают их забирать. Постоянно глядывается в спину и контролит. Да, 3-3 упорненько. По балансу, если говорить, опять-таки, баланс на карте Арлина Глаза штука непредсказуема. Здесь просто есть команды, которые умеют играть, да, на этой карте. Есть команды, которые терпят эту карту. Ну, то бишь, команды, которые умеют, им абсолютно параллельно за кого играть. То есть, здесь, в принципе, можно играть две стороны атакой. За атаку, как за террористов, и можно агрессивно, да, допустим, играть дефенс. Можно, наоборот, стоять за атаку и также играть за дефенс. Абсолютно дефолтно, по позициям. То есть, здесь просто зависит от стиля абсолютно команды. Никакой такой штуки, как на Мехико. Здесь нет, да, что тяжело выходить. Это злобный один какой-то проклятый центр и злобный столб. И все, и больше у тебя никаких шансов нет. Надо как-то миксовать вот эти короткие зажимные дистанции, где просто человек может на шару выйти, да, нажать на долю секунды раньше, на курок надавить, и все, и смерть тебе. Здесь, наверное, все-таки больше играют какие-то фейки. Ну вот, один из них, да, прошли рекламу, там, затроллили человека, и пошла перетяжка на А. Но до сих пор Вайер стоит и ждет у нас рукав. И тут еще чувак с центра. Бомба зря, на самом деле, попалилась. Вот это хорошо, выходит на центр. Нефиг с ножом бегать, минусует. Ревитон и Вайер ослабляют одного. Отличный у него спрей в дальнюю. Размер. 4-3 в атаку. Попытка в одного Ревитона пройти в центр, сразу же его убирает. Смотрите, как спрятался Анасенс. Никто его не видел, абсолютно стоит тролль. Тролль стоит в гараже, в этой, в ямке. При входе в паркинг кричит просто, шеф, припаркуй мою машину. Откройте парковку. Никого абсолютно не было. Убирает одного. Смотрите, оттягивается на респу у нас. Атака, просто они не видели его. О, да, но тут уже вернулся чувак с центра. Вершить правосудие и наглость. Но как-то все было хорошо, если бы чуточку пораньше там вышел человек с парковки, да, и забрал, наверное, двоих-троих. Он пропустил, вот двое, нарез, поодин спину ему вернулся, и ситуацию он не отыграл на все сто процентов. Театричит становится. Ну вот это вот веселье, конечно. Под флешку просто-напросто прошли. Один решил стреляться, второй такой думает, Заховаюсь. Заховаюсь в бульбу. Вот сейчас пошли бы второй раз, да, в центр. Было бы дикое удивление, потому что здесь один человек, и дали бы моментальную инфу своим тиммейтам, люди из дефенсы. Так, конечно, не пошли и пропускают под ДЛБ. Так, ну опять у нас Ставы играют в Зайцев, в Зайцев Деда Мазая. Ждут лодку Деда Мазая, что же случится. Потоп идет, Зайцы стоят. Пока Дед Мазай в лице Корнейджев не придет, да, с лодкой не приплывет, веслом по бубенам не даст, гоу шевелится вообще. Играем мы или где. То у нас атака занимается... Как есть, знаете, жизнь замечательных людей, так у атаки здесь первая минута, даже вот уже почти полторы минуты жизнь замечательных памятников. Ленин, Дзержинский, Карл Маркс, ну в общем-то вся гуманистическая компания. Володя Курленко, герой войны, мальчик и герой, да. Так, Ревитон в поджиме, интересно, интересная у него позиция. Выходит на него первый, под них хоп, он встречает второго, ну и первый его затроллил. Жесть. Опять-таки тайминг не поймал. То ли сидел бы уже до последнего, тогда бы чувак, я думаю, что, ну, не увидел бы его спину, просто проскочил Зайчиком по лестнице. Он бы закрывал... Ой-ой-ой. Хае решает. Ну, а теперь в непонятной позиции. Увидели двоих, просто атака, можно сейчас с бомбой спокойненько разжигать костер, ставить бомбу, что они и делают, да, и отсекать дефенс в абсолютно патовой позиции. Лоя от первого, Мавк. Ласт, ну тут четыре дула, восемь плотных глаз на него смотрят и вряд ли умри. Ну, не сильно, не сильно его ящик спас, еще и хаешка прилетела. Пролетела где-то над головой такая галка. Минус анули. 6-3, повеселее пошла игра, кстати, повеселее она пошла. Не потому, что атака, да, предлагает какие-то невообразимые интересные варианты, просто раскачали дефенс, они то в центр ходят, то в поджимы, да, и оказываются на тех позициях, где, по идее, не должны бы оставаться. Там, наверное, DQR стоит. Матюгальник, матюгальник координатора орет вовсю. Должен, по идее, орать, потому что, ну, три раунда, сейчас у нас команда Carnage сливает, команда Mix, в принципе, которой она и является, это видно даже издалека, играет каждый сам за себя, ну и максимум, что они себе позволяют играть какими-то френд-связками. То есть, ты мой друг, я твой друг, мы друг друга, друг друг друг. Так, ходят, знаете, парочками, мы с Татьяной ходим парой, там. Пошли в поджим, опа, их не убили, оказались на респе, ну, пофиг, кинули точку, отбивайтесь как хотите. Мы, главное, пошли, нас не убили, мы вот тут вот короли, а там разбирайтесь. Ну, как бы надо, надо что-то Carnage с координацией и с неугодными делами, то ли там, витамин R, витамин ремень применять, я не знаю, какими методами борются капитаны и координаторы с непослушными тиммейтерами. Но, не знаю, может быть, это мое сугубо личное мнение, но мне так и показалось, что из-за этого какие-то три раунда невнятные и сливают у нас Carnage. Хотя были все предпосылки, пока стояли первые три, да, первые три у них абсолютно дефолтные получались раунды. Брали они их и отыгрывали, там даже один, по-моему, в сухую был раунд. Да, все, зачекал мавк Стоуна, сейчас кто-то, если, да, долго уже Стоун стреляется еще. И погибает. Жесть. 6-4. Боятся, видно, боятся. Раша по центру атака, выходит стеснительно на свой же центр под вышку. Ну и давайте смотреть. Адовое месило на точке А. Да, верх первый высекается за домом. Ира, смотрите, какой классический кросс-файер. Крест-напрест. Ну, в принципе, все. С разменами в пользу атаки. Взята точка А, опять-таки отрезан в спине. Человек не помог своим вовремя тиммейтам. Бережет патроны, остается у него всего их 5, 4, 3. 2, лол. Ну, все, у того сейчас не будет патронов, на перезарядку ловят. Один патрон остается в дегле. Дает хэда. Склашай. И смотрите, каленый Эверетт. Зачем чувак на центр ходил? Непонятно. Теперь Эверетту нужно разыгрывать из себя человека-невидимку. Блин, ежика в тумане. Не знает он, куда спрятаться со своими 14 хп, но занимает оптимальную позицию. Никто ее абсолютно не чекает. Отличный минус от ансенса. Да, и раунд за дефенсом как бы сливают, хотя, в принципе, в преимущество разменялись. Оставался всего лишь один ансенс, зачем-то пошел его на центр убивать человек. Ну и 6-5. Просто ляп на ляпе. Опять некий кошмарный испуг. Выходит всего лишь двое на центр, остальные пока что не выходят. Дают инфу по центру, что никого здесь нет. Ну и раунд будет 3 длина B. Да, что там, четвертый собирается подтягивать. Ну и Эверетт будет закрывать. Давайте сейчас так сверху и посмотрим. Пока что никаких там разменов не будет. Мавк, смотрите, сидит у нас в рукаве. Никого, если никто на него не выйдет, он не увидит. Потому что миддл проходит по низу, стоун с бомбой. Ну, не затупит, пойдет по бару дальше, в чистую. Да, не затупил. Пошел, проба не хопился. Мавк по-прежнему без информации. Эверетт начинает потихонечку закрывать спину. Но пока что он ее не закроет, потому что вайр контролит у нас центр. Ну и лысый, абсолютно точка B. Один здесь ансенс встречает. Маленький пикселечек. Я вот не знаю, как он будет ловить этот пиксель. Он его поймает только в том случае, если это будет холл. Мавк уже понял, что что-то нечистое. Должен давать инфу. Перетяжка с А побежала. Оставляет одного Ревитона на точке А. Ну и атака не будет на B заходить. Фальканули, откинули дымы. Мавк по-прежнему не дергается. Выходит на него чувак, дает башку. И Веретт пытается спрейить центр, как-то подтролливать. Но тем самым дает понять, что все-таки не все ходили на B. Ну и сами себя загнала. Сама себя загнала атака. Хоть они и в преимуществе у одного человека, но разобраны. По одному дабл фейк перетягивает дефенс на точку А. И опять их никто не встречает на B. Один Мирекс. Там недалеко дойти. Сейчас по респу, по решетке. Отлично, Мирекс делает первый открывающий на точке. Он пропускает двоих фуникулера. И эти двои оставят... Ставят бомбу, ставят раунд. Минус Реветтон. Последний 7-3, 7-5, прошу прощения. Первая половина у нас заканчивается в пользу атаки. В пользу команды Став. Они же экс... Экс-АВП. Так, ну будем быстренько меняться сторонами. У Миши эмоции. Нет у меня эмоций. Я не эмоциональный. Буратино человек. Воу-воу-воу-воу. Так, ну ждем. Большой смены сторон. Как бы там ни было, какая бы по интриге, да, заранее неинтересная у нас должна получиться игра. В принципе, там даже, наверное, 3-4 раунда очень веселых было. Ну, как я и говорил, после... Когда перешли экватор первой половины, команда уже веселье пошла. Сейчас будет, по идее, все понарастающее. Думаю, никакого. Спада у нас не будет. Счет тому подтверждения. 7-5, это не 7-2, не 7-3. Одна из команд не будет играть в эмо команду. Да, никаких самоубийств на карте. Ничего такого. В принципе, быть не должно. Поехали на вторую. 7-5. Атака, напомню. Став, затащили ее. Теперь они будут тащить дефенс. Нужно им 6 раундов до победы. Для набора 3 очков. Но эти очки очень важны. Опять минус бармен. С разменом происходит все дело на заход. Почему нужны? Стоят на втором месте. Нельзя им абсолютно терять очки. До поры, до времени. Да, им еще бороться за второе место. Ну, не бороться, стоят они во втором месте. Хотелось бы, чтобы боролись за второе. Но нельзя терять, потому что на хвосте сидят у них underrated. Которые сыграли мало игр. Лишь потому, что не вились к ним. Хорош. Реакцию Mav Clover Head. Не вились к ним на игру ремейки. Ну, а одну свою первую игру они в легенькую КМСов затащили на карте склад. Там, по-моему, 11-3 или 14-3. Ну, в общем-то, совсем без вариантов для КМС. Выиграли и больше ничего не играли. Сегодня не сужено. Их игра переносена. Атаку, кстати, разваливают. И счет у нас становится тем временем 8-5 уже. Это уже заявка на победу. Плюс три раунда. Ну, посмотрим, какие рисунки акварелью, гуашью, чем у нас сегодня атаку будет рисовать Корнейдж, коллективчик. В принципе, понимание у них у всех должно присутствовать, что должно быть. Стоун, красавчик. Хоть и погиб в баре, но... Два клиента в баре в своем он выполнил. Такого вышибалу поиграл. Мирекс ласт. Все в том же самом баре. Я не знаю, что спасет команду Корнейдж, но как-то вот у них не пахнет тимплеем пока что. Тут должен застрять сейчас человек, по идее. Да, да, так происходит. В муху и мед. Ну не, выпутался. Слышит там туристов на фуникулёре. Выходит там балкон. Верет. Не знаю, почему. Почему не обходит. Можно растянуть по одному. Ну, ждет, что его будут искать. Времени еще, в принципе, предостаточно. Минута целая до... Выбора раунд тайма. Раунд тайминга. Ну и смерть была быстрая. Верет. Верет минусует Мирекса. 2-0. По второй половине. В пользу ставов. Ну, 9-5. Бодры, веселые, полны сил ставы. В принципе, все у них более-менее получается. Ну, как-то вот, как-то отпустили. Точку А. Абсолютно. Дефенс непонятно, чем они занимаются. На самом деле, разваливаются все. Миддл, ну... Человек-супермен, который на последнего всегда отыгрывает. Есть просто люди, которые, да... Вся команда играет, а я стою в последнем. Вот такие вот, как бы. И потом мы вовсе говорят. Ты, блин, где ходишь, на самом деле? У нас тут раш на точку А. Где халпа быстрая. Ну, вот Мирекс... Нельзя сказать, что он... Этот нехороший элемент в своем коллективе. Не старается он уходить от... Лобовых столкновений. Просто, на самом деле, есть люди. Вот идет раш на точку А, да? Двое вблизку. Им уже никуда там с Дейла не деться, да? У... Дефенса. Они там либо убивают, либо погибают. Остальные, кто далеко стоит, такие... Опа-опа-опа, как раки такие. Попятились, попятились свои норки. И потом, типа, а че, а че? Че я погибать буду? У меня там, опа, после хе осталось... Ну, не знаю, 30 хп, 20 хп, че я полезу? Потом все равно раунд не затаскивает, ну и... Начинаются скандалы, лобное место в команде. Кого-то выгоняют. На самом деле. Всякая машина, машина внутри коллектива. Это никогда к хорошему не приводит, поэтому у нас и... Всяческие переходы, трансферы. Интересно, будут коллективы игроков перекупать друг у друга? Такие новости там. Мидл ушел в команду. Еремия за КБ-набор на 30 дней. Та-да-да-да. Зарплата и КБ-набор. Два КБ-набора за 30 дней. Опять заход в точку А как-то вообще... Считают, что она, в принципе, на карте лишняя. Она в дефенс. Ну, не держит. Либо держит неплохо. Ну, и вред Мидл. Опять-таки Мидл. Но Мидл далеко всегда стоит. Он держит низовье. В точке Б с рекламы смотрит Дэл. Оу, хорош! Качнули прицел ему спреем. Но все-таки поймал он у него авторитетного чувака в окнах. Минусанул, дал ему тело. Ой-ой-ой, и двоих синхрой. Синхрой Мирекс решает. 2-2 уже тем временем. Так он начинает... Начинает показывать зубы. В принципе, то же самое было и в первой половине. Абсолютно, абсолютно то же самое. Только счет, по-моему, был... А, да, в принципе, такой же счет был. 2-0, потом 2-2. Абсолютно идентично. Поэтому, кто здесь победит, я даже не решаюсь в этой встрече сказать. Я думаю, у вас тоже есть всяческие предпочтения. Но предпочтения здесь не играют. Ну, надо, надо Эверетту найти. Барни, надо найти, находит. Мирекс минус Эверет. Пошел заход Б. Надо менять этого человека, не отпускать. Отлично, на последнем патроне Мавка. Минус 2, шикарно, и делает. Заходит там из дома в близкую, встречает. Нет у него патронов. Прячься, милый. Дави, смоки. Вау, хорош, золотого, минус 3 от Мавка. Последний в доме, дайте Мавку сделать покер. Он затроллит его, я вам отвечаю, сейчас в прыжке сделает. Не хватает патронов. Калаше появились. Мидла уже просто жгут и жарят. Минус, минус мидл. 3-2 в пользу атаки, в пользу команды Корнейш подсобрались. Они вытягивают на счет 9-8, уже всего лишь один раунд. 9-8 же? 9-8 же, все правильно. Пока что в пользу ставов, но один раунд это не так много. Так, оставили у нас Мирекса по центру. Пошли смотреть бар. Неудачно, Джойми дымы отлично пропанцевал. Пропанцевал на рекламе, дал минус 1. А тут у нас еще и бармен ели, да? В принципе, на этом все. Сверху с длиной B. Ну и возвращаются. Возвращаются стоять к себе на центр. Бесподжимный раунд от дефенса. Все привязаны по своим позициям. Одного пока что потеряли, двоих выбили в приоритете, в авторитете. Защита. Ну и надо сейчас, конечно же, играть в минус 2 тела атаки. По-другому они на точку не зайдут. Даже на B близкую там стоит Стоун. Из дома Джойми контролит рекламу. Ну и если даже на А пойдут жертвы центра, мидл цок он. По-любому какие-то минусады должны дать. Так, Кривитон, бары, холды. На топол. На топол Джойми должен был слышать. Какую интересную позицию на Джойми. Не знаю, но его по-любому если будут смотреть. Смотрите, смотрите, под ним чувак находит его просто. Это жесть какой-то, фейл. Куда смотрел Джойми? Мне интересно, откуда он увидел его. Ну и уже 3 в 3. Причем еще Стоун сильно каленый. Меняет он свою позицию, уходит из дома. Зачем-то, да, стоит рукав. Пошла по нему инфа какая-то. Вот то, о чем я и говорю. Захотел он все-таки вернуться. Вот чак. Не палиться медлу. Пошел, смотрите, партизанам бы не хопом в спину. Надо ему всего лишь один выстрел в затылок сделать. Отличного сальто дает, опрокидывает чувака. Ну понимает прекрасно, что с двух сторон. Но ничего сделать не может. 4-2 в пользу атаки. 4-2 в пользу Корнейджа. Это ничья 9-9. Буу. Вот так вот. Спуску не дают Корнейджи. Собрались и за атаку потащили. После двух первых раундов от дефенса удачных, очень удачных, после которых хотелось говорить, что Корнейдж, давай, до свидания. Больше ничего коллектив под названием Ставб у нас больше не показывает. Сколько слов больше? Очень много. Больше-большего. Масло-масляное. Банальщина-банальная. Ну ладно. Возвращается к истокам. Атака. После веселеньких раундов закрутили они дефенс, решаются стоять просто по центру, просто стоять. Джерти в таком стеснительном поджиме. В принципе, его здесь не должно быть видно. Человек-голова-коробка играет, прям так на уголочек сделан, аккуратненько рассчитал. С ним бы еще здесь даже второй поместился. Не очень плотный тиммейт какой-нибудь, худенький. Худенький-маленький. Так, ну это закид центра, отрезают они точку А должны, по идее, отрезать. Ну, неудачка случилась. Видимо, дом не перекинули. Да, и паракит рекламы. Мы решили раунд под раскидку разыграть. Сейчас никаким образом это не влияет на дефенс. Абсолютно никто не уходит со своих позиций. Все как стояли, так и стоят. Еще и минус мидл дает. Мидл у нас дает дл минус, да, насколько я понимаю. Да, и пошел перетяг на точку А. Ну, видимо, сильно, сильно в панике забился мидл. Типа, ребята, меня надо спасать. У меня раунд. Ну, увидел одного, убил одного, сказал раунд. Все перетянулись. Там нет никого. Ответный. Для мидла подарок от ансенса. Перетяг по АБ. Бар уже за атакой. Вызывает с помощью спрея в кнопку холодильник. Хотят сказать, вызывает лифт. Лифт пытался вызвать вайр. А, вызывает холодильник. Я вызываю холодильник. Но это мечта задрогать. Заход на АБ. Прострел фуникулера. Минус джойми. Она ансенс вообще сам разбивается. Устроил себе мадень. Ну, и верет ласт. Верет ласт, в принципе, бомбу постоять, потерпеть в доме. Пока не поставят бомбу, зайти и... Просто лисой в курятник не стал, попалился. Спрея, раунд заканчивается. И-у-у-у. На последней секунде просто. Веретта убирают на последней секунде. Что ему стоило постоять, повтыкать в текстуру? Ничего. А так счет 5-2. Был бы 4-3. Но это уже серьезно плохо для экс-впшников. Это уже... Пахнет каким-то проигрышем. Хотя и все 7 раундов надо набирать... Карнейджем. Ну, им не так много. Им 2 еще осталось. Да. А... Впшникам 4. Рашка центра, и он занят. Сжимаются на респе у нас. Мавк и Ребетон. Это должен быть переломный. Раунд переломный момент во второй половине. Потому что, ну, дальше, в принципе, унижаться уже ВП некуда. Все, что могли слить они во второй половине, они уже слили. Должны, должны, по идее, в 4-м этот раунд двоих противников забирать. В принципе, им должно быть абсолютно перпендикулярно и по пистолету, и по барабану. Пускай стоят у себя на респе. Все равно вот в эти вот ворота они уже не уйдут. То есть, назад, назад там пропасть, видите. Так, как это посмотреть-то на нее? Вот. То есть, сюда уже не уйти. Там смерть. Просто можно, конечно, головой пробить и все. Давайте тут и постоим. Ну, все-таки, не имется кому-то. Минута. Я вам кричу, эта минута будет, ну, очень долго для дефенса и очень мучительной для атаки. Для атаки мучительной, потому что на них никто не выходит, какого хрена они хотят сказать себе, да? Где люди? Почему мы должны стоять? Ну, а мучительной, потому что время тянется, когда тебе нужно, чтобы оно прошло быстрее, а тянется нескончаемо долго. Ну, почему-то дефенс подумал, что... Что атака может пройти только через центр. А здесь дает хорошего хэда Стоуну. Ревитон дает тот инфу в ответ к своим тиммейтам. Ну, и точка бест забирается. Опять у нас Джойми, Джойми близкую. В пикбомбу не стал выходить, его простреливают. Должен забирать функулер, ставят серебряную, не хватает патронов на второго, не торопится. Ждать тиммейтов, отличный, минус два от него. Перелом случился, а могло бы все быть по-другому. 5-3, ну, ура, ура. Ура, игра продолжается. Отдавая встречу, хотя по вывеске она такой и... Могла бы и не быть. Да вообще не намечала, что там греха-то таить. Поначалу, когда смотришь просто на некоторые вывески, да, смотришь потом на таблицу, на очки, думаешь... Ё-моё, а лучше бы вы, не знаю, на камень-ножице бумага решили бы, кто победит. Зачем вам играть? Ну, тут как бы вообще смотреть нечего, да. А тут, получается, такие замесы, что непонятно. И наоборот, да, бывают игры. Эгей, там... Борьба за первое место, финал, а там... Пи-и-и, слив, и вообще-то смотреть не на что. Ну, пути лиги неисповедимы. Команды, тем более, преподносят они сюрпризы день за днем. Ну, что не может, в принципе-то, не радовать. Да, друзья, зовите тиммейтов, соклановцев, всех своих знакомых на трансляцию в течение сегодняшнего стрима. Продемонстрирую я их. В режиме аудио, скажем так, озвучу. Промокод сегодня будет шлем с опытом 5+. Плюс процентов на 7 дней все сегодня, все, кто его ведут, все получат. Поэтому подтягивайтесь. Вайер, ласк. Зажали, смотрите, опять... Ой-ой-ой, вот это плохо. Вот это плохо для ВП, что он последний, хоть он могуч, бодр, жесток и весел. Ну, по ХП, как бы, не знаю. 43, конечно, намного больше, чем 10. Но в этой игре, как бы, если калаш снимает с одной пули где-то там... Сколько он там снимает? Ну, 30-ку, наверное, снимает с одной пули. Должен, по идее, снимать. Даже, наверное, больше. Наверное, он где-то должен 36 вот так вот снимать. Поэтому, как бы, ну... Один удачно пущенный спрей от Вайера и ложится... У нас Стоун отдыхает, что он и делает! Что он и делает? Вайер ложится отдыхать от Стоуна. 5-4. Не дает спуску Дефенс. Давайте калькулировать общий счет. Так, что у нас получается? 11... 11-10. 11-10 в пользу АВП. Да ничьей им. Один раунд нужно, конечно, сейчас серьезно им поднапрячься. Ну, а... Карнейджем стараться до победы два раунда. Как было надо, так и остается надо. Два раунда в сухую они уже в лысую отдают. Заход на Б. Троллят флешками. В футболер. Тут ганская вечеринка у Децела дома собирается. Не дадут уже на Б пройти. Просто на заклане идет атака. Один за одним. Один с рукава. Мавка остается. Спину будут закрывать. Так и происходит. 5-5 счет становится. Ну, это уничтожение. Просто резня. Баранья резня была. По одному заходила атака. По одному отхватывала кто в тело, кто в голову. Лишь с этим различием всех положили. Хотя могли бы уйти и потанцевать. Еще хоть как-то потянуть не случилось. Матчпоинт. Матчпоинт для ВП фаста. Они решают организовываться. Никого на точке А почти что нет. Есть человек за домом. Один потягивается с решеток центра. Выбирают его. Наверху кто стоит? Мидл стоит с ВП. Особо не отыграет. В упор будут заходить. Его просто расстреливают. Хорошего фазума дает. Выходит. Отличный минус 2. Это жесть просто какая-то творится. Я не знаю, что происходит. Но это происходит. Просто борьба нервов. Да, минус 3. Вышибает бомбу в мидл. Ну ищут последнего. Прострелами они найдут. Потому что Ревитон на центре последний. Ревитон на центре должен танцевать. И походу у нас АВП. Они же ставы. Будут затаскивать. Будут затаскивать эту игру карнейджей. Так все хорошо получалось. Был счет 5-2. Остал 5-5. И походу сейчас станет 6-5. Вот вам и лолжишь. Просто жесть. Гигантская. Просто гигантская ответственность на Ревитоне. Если он затаскивает раунд, то будет у нас однозначно решающий последний. Ну если как бы не затаскивает, то все понятно. Поздравляем с новым тегом и с первой победой под новым тегом команду став, а не же xvp. Ну посмотрим. ХП нормальный у Ревитона. Может он решать. Единственное плохо, что бомбу там посекли прям на лестнице на А. И уже тут никуда не деться. Никак ее не украсть, не обмануть. Поздравляем ставов с победой. Карнейджи дают до свидания. Отправляется с нулем очков с этой игры. Ну что мы будем досматривать этот раунд? Ну походу будем. Да, ничего уже абсолютно в принципе. Дефенсу не надо. Выходит у нас один из человеков. Ну я наорался. Нормально. Нормально вообще. Просто поорать было с чего на самом деле с этой игры. Веселые моментики присутствовали. Ну дайте, дайте уже затащить дефенсу. Хоть они втроем. Все бодается карней. Не хочет итоговый счет себе каким-то образом подпортить. Но я думаю, что... Наверное уже после этого тура у нас составится такая некая троечка-четверочка, которая будет вплотную претендовать на призовые места в плане третьего, наверное. Ну скорее троечка. Да, 6-6 сейчас становится точно. Последний раунд мы сейчас будем первой игры смотреть. Сколько у нас тут прошло времени? 20-50. 10 минут до второй игры. Там тоже жарева по идее должно быть. Так что практически без перерыва. Втроем уже. Дефенс. Ну им абсолютно фиолетово. Фиолетово, серо-буро-малиново. Вкрапинку. Чем закончится этот раунд? Я их абсолютно не понимаю. И только не понимаю, зачем их тогда доигрывать, если на них плевать. Ну да, да, да. Да, 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 да. Бабушка, вы где живете? В пляжной дороге. Что-то хотел сказать и забыл. В общем-то нечего здесь говорить. Три очка для команды. Став, ноль очков для команды Carnage. Разошлись. Не полюбовно, естественно. Но все-таки разошлись. Игра была интересная. За это командам риганское спасибо. Просто общечеловеческое спасибо, что не заставили нас говорить, что спонсор нашей трансляции мягкие, уютные домашние подушки. Мамина подушка, да. Мамина подушка по спинам мне. Ну а как бы все валидольно более-менее было. Ура! Уходим на небольшенькую паузу. Ждем промокодов. Кто ждет именно их, кто ждет игры. Ну и те, и другие. Не расходитесь. Вторая игра. КМС ремейк. Экс. Рокскис. Любимая карта бывших Роксов, ныне ремейков. И команда Неожиданность. Открытие третьего сезона. Откуда ни возьмись. СКВшек какие-то ребята. Не команда, а клан. Пришли и... Нет, у меня 100 друзей матка, извини. И творят, творят чуть...